Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня мы вплотную, как нельзя ближе, подошли к самому важному макроэкономическому релизу, я думаю, даже не только последних нескольких недель. Речь идет об данных по рынку труда США и, соответственно, отчете Non-Farm Pairos. Его мы будем анализировать через призму возможного влияния даже не просто на характеристику всего сектора, но и на решение федеральной зиянной системы по ужесточению монетарной политики и повышению процентной ставки. Поэтому за этим событием следим сегодня не только мы, но и буквально все участники финансовых рынков. Наверное, даже какую бы категорию трейдинга мы бы не взяли в плане Форекса, фондовых рынков, либо производных финансовых инструментов. Я думаю, что волатильность на финансовых площадках сегодня будет зашкаливающей, и, соответственно, нам нужно к ней подготовиться. Поэтому в связи с столь интересным макроэкономическим фоном, сегодня величина бонуса на пополнение 7,5%. Что касается кодового слова, это время. Еще раз напоминаю то, что эти бонусы следует использовать для того, чтобы повысить покупательскую способность депозитов, ну и особенно тем трейдерам, которые привыкли работать с очень высоким плечом. Что касается американских данных, все-таки поговорим о них подробнее, когда переключимся на оценку перспективы пары доллар-японская иена. А сейчас давайте начнем, как всегда, с наших традиционно вступительных активов. Это динамики нефти и российской валюты. Что касается Brent. На текущий момент мы видим актуальную котировку 48.23. Действительно, черное золото находится под давлением, опять же, прежнего фундаментального фона. Я полагаю то, что с этим давлением мы уйдем на следующую неделю и продолжим, собственно, анонсировать еще более коррекционные цели по WTI и по Brent. Говоря про новостные поводы, я полагаю то, что сейчас участники рынка будут продолжать цепляться за факт сохраняющейся тенденции увеличения запаса в США. Напомню, что в рамках этой недели мы получили еще одно свидетельство прироста, как по версии API, так и по официальным данным от Минэнерго США. Плюс ко всему, мы получили еще один сигнал увеличения объема производства в рамках американской экономики. Напомню, что производство выросло на 48 тысяч баррелей в сутки до 9.16 миллионов. Мы знаем то, что параллельно с Соединенными Штатами Америки увеличивают добыча и другие основные регионы, это, например, и Россия. Россия, в частности, речь идет о действительно повышении объемов производства до 5 миллионов по 2016 году. И если отталкиваться от предпосылок, тех предпосылок, которые, собственно, созданы для этого условия, я уже напоминал вам, что сейчас идет, конечно же, возможность в рамках российской экономики обсуждения дополнительных источников покрытия дефицита бюджета. Ну и решили все-таки увеличить нагрузку фискальную на нефтегазовый сектор. Хотя, на самом деле, обсуждали несколько сценариев, это изменение формулы расчета НДПИ, но этот сценарий не устроил, потому что, согласно новой формуле, действительно, налоговая нагрузка должна была вылезти в разы. Поэтому сошлись на, скажем, компромиссном варианте, это снижение темпов сокращения экспортной пошлины, может быть, даже заморозка этого процесса, снижение на 2016 год, и, соответственно, увеличение объема производства, чтобы создать дополнительную налоговую базу. Таким образом, российский бюджет планирует получить несколько сотен миллиардов рублей в 2016 году, но будем надеяться, что это хоть как-то позволит закрыть значительные дыры, которые в нем имеются. Что касается ОПЕК, также в прошлом месяце мы констатировали прирост объема выработки. Сейчас мы готовимся вплотную уже к ближайшему заседанию, которое пройдет в рамках ближневосточного картеля, где снова на повестке обсуждения будет поднят вопрос, связанный с возможностью сокращения квоты. Но полагаю, что квота не будет изменена, потому что сейчас главной лоббирующей идеей ОПЕК по-прежнему остается сохранение доли на рынке энергоресурсов. Я думаю, что этот посыл продолжится и далее, и, соответственно, с ним мы плавно войдем в 2016 год. Поэтому по Brent сейчас, говоря про долгосрочные и среднесрочные ориентиры, делаем ставку снова на коррекцию. И, разумеется, не поддаемся периодически возникающим паническим настроениям, больше направленных на локальные выпады восходящего движения этого актива. Потому что прекрасно понимаем, что те факторы, которые способствовали, могут способствовать этому локальному выпаду, они не совсем базисные и их точно нельзя использовать в качестве основополагающего, такого стержневого фундамента, чтобы определить дальнейшую уже позиционную динамику черного золота. И явное тому подтверждение, буквально, скажем, когда мы вернулись к забастовке профсоюзов в Бразилии, когда мы стали говорить о снижении объемов производства в Ливии из-за блокирования работы одного из нефтяных терминалов. Да, это локальный фактор, который стал причиной повышенного интереса к позициям Brent и WTI. Но этот фонд, как я и отмечал, очень быстро сошел на нет, и трейдеры все-таки переключились на более объективную реальность, которая уже позволяет нам говорить про цифры, по факты, избыточного предложения и недостаточного спроса. Поэтому ждем снова значения 47, в частности, сегодня. Минимальный уровень на азиатской торговой сессии по Brent даже был ниже 48. Но я полагаю, что достижение рубежа 47, мощной поддержки, это вопрос самого ближайшего времени. Не забывайте также, что сегодняшние данные по американскому рынку труда будут напрямую влиять на позиции американца. И если, опять же, чуть сбежать вперед и сказать, какие прогнозы мы оставим по этому отчету, здесь позитивные сигналы, которые должны подтолкнуть доллар вверх. И в случае усиления позиции американской валюты, разумеется, на нефть будет оказано еще больше давления, потому что повышается цена, соответственно, тех срывых активов, которые номинированы в долларах, а повышение цены приводит к снижению спроса. В общем, такая логика. И даже заходя с этой стороны, можно найти дополнительное подтверждение того, что наше позиционирование на текущий момент абсолютно оправдано и верно. Российская валюта. Актуальные котировки на премаркете 63,46. Если не отходить далеко от нефти, конвертировать, опять же, как я вас учил по формуле, курс на актуальную цену по бренду, получается, что рублевый эквивалент стоимости барреля нефти 3000 с небольшим рублей. очень мало. Соответственно, если есть показатели минимальной недостаточности для бюджета, в 3300, может быть, даже еще выше, но 3300 – это как минимальная планка, значит, здесь гадалки не ходить, стоит ожидать логичного ослабления национальной валюты, потому что другого варианта, в принципе, и быть не может. Если бы мы говорили про экономику, которая не так зависит от стоимости, соответственно, на сырьевые товары, от стоимости нефти, то, может быть, такого формата, скажем, объяснения потенциальной слабости национальной валюты мы бы не придерживались. Но поскольку российская экономика зависит катастрофическим образом от состояния энергетического рынка, значит, это позволяет нам делать ставку на то, что формула будет состоятельна с точки зрения объяснений перспектив, и нужно придерживаться и этого посыла. До тех пор, пока не доберемся до 3300, получается, остается надеяться либо на чрезмерное ослабление российской валюты выше 65, вероятность этого очень высока, ну и либо каким-то абсолютно нереальным образом стоит делать ставку на то, что не найдет основания и уйдет выше 50 долларов за баррель, даже выше 55. По российскому региону стоит отметить еще данные по инфляции. Я отмечал вчера, что вернемся мы сегодня к актуальным цифрам по уровню потребительских цен, и, как и прогнозировалось, инфляция снова выросла. Прогноз не целых 0,6% по итогам октября, а фактическая цифра 0,7%. Полагаю, что прирост был абсолютно ожидаемым, потому что прирост индекса потребительских цен это логичное следствие на ослабление национальной валюты. В случае снижения курса рубля на 1% оказывается разгоняющий эффект на индекс потребительских цен на целых 0,1%. Поэтому эта логика также соблюдается. И если мы уже констатируем факт прироста индекса потребительских цен, годовой показатель по-прежнему держится выше 15, значит, по-прежнему будет оказано соответствующее давление на потребительскую активность. В общем, на российском рынке также негатива хватает. И я думаю, что движение пары USDRAP в район сопротивления 65% это вопрос самого ближайшего времени. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1,0880. Видим то, что евро держится ниже уровня 1,10, даже ниже уровня 1,09. Полномерно стремится к еще более низким ценовым значениям. И в целом, в рамках даже дневок, очевидно, прослеживается тот факт, что евро-доллар находится в понижательном тренде. И использует в качестве топлива для этого понижательного тренда тот фундамент, который характерен для этого региона. И не только. В частности, все большее количество трейдеров присоединяется к идее, направленной на желание поспекулировать на слабости главного валютного риска, поскольку мы в одном шаге от скорого анонса расширения программы количественного смягчения. Но против евро, помимо ожиданий дополнительных экономических стимулов со стороны СФБ, действует еще негативным образом и национальная статистика. В частности, вчера вышли данные по производственным заказам в Германии. Данные очень плохие. Отчет просел на минус 1,7 в месячном эквиваленте против прогноза роста на 1%. Производственные заказы стали еще одним макроэкономическим релизом, который подтвердил сохраняющуюся рецессию в промышленном секторе и указал на реальную слабость ведущей экономики валютного блока. То есть, если снижается промышленный сектор, я уверен, что в ближайшее время ситуация не изменится. Напомню, что в начале этой недели мы возвращались к индексу PMI производственной активности. И также статистика была не самая радужная. Поэтому, скорее всего, этот негатив сохранится. Значит, будет оказано больше давление на темпы ВВП, прироста ВВП Германии. И это приведет к ослаблению общих показателей экономического расширения еврозоны. Ключевая причина, вследствие которой снижается производственная активность и страдает промышленный сектор. На мой взгляд, это, конечно же, присутствующие и по-прежнему актуальные риски в связи с замедлением экономического восстановления Китая и другие понижательные риски со стороны прочих развивающихся рынков. Напомню, что буквально две недели назад председатель Европейского центрального банка Марио Драги делал на это активную ставку. Мы прекрасно понимаем то, что одним даже из определяющих моментов в его речи касательно того, что ИЦБ стоит задействовать дополнительные экономические стимулы, стало как раз наличие этих самых понижательных рисков. Мы о них знаем, мы придерживались этой идеи еще задолго того, как этот посыл был анонсирован со стороны Марио Драги. И прекрасно знаем то, что общая фундаментальная картина даже без ожидания дополнительных экономических стимулов создает нам возможности для продажа долгосрочного характера европейской валюты. Вслед за производственными заказами вышли данные по розничным продажам. В еврозоне очередной отчет оказался плохим, минус 0,1% месячный показатель, против прогноза роста 0,2%. Соответственно, если снижаются розничные продажи, значит, это еще один негативный выпад в сторону слабой потребительской активности. А слабая потребительская активность у нас, соответственно, берет начало из катастрофически низких показателей по индексу потребительских цен. Ну, в общем, мозаика складывается, логика здесь очевидна. И я не сомневаюсь в том, что вы все прекрасно понимаете, с каким фундаментальным фоном сейчас имеет дело еврозона. Если индекс потребительских цен не разогнать, разогнать его возможно только через дополнительные меры экономического стимулирования, эти отчеты будут полномерно двигаться к еще более удручающим показателям и оказывать еще большее давление на экономику в целом. Плюс ко всему, мы сейчас следим за данными по США и прекрасно понимаем то, что вторым локомотивом движения пары евро-доллар выступает как раз американская статистика и спекуляции на тему ужесточения монетарной политики. Поэтому, если сегодня мы концентрируемся на Non-Farm Perils, очень серьезного отчета, влияние которого на ту же самую пару евро-долларов всегда значительно, не меньше фигуры, а может быть сегодня даже увидим волатильность еще выше, значит, к идее потенциальной слабости европейской валюты можно присоединить еще дополнительное давление со стороны американца, которое может быть оказано буквально уже через несколько часов. Другими словами, по европейской валюте продолжаем двигаться вниз. Наша цель сейчас пока как косочная 1.08. Если доберемся тех, кого устраивает профитное значение на этом рубеже, мы, напомню, начали продавать с еще более высоких ценовых значений, можно будет выйти с рынка. Но те, кто хочет получить, скажем, по максимуму, значит, стоит уже нацеливаться на более амбициозный трейдинг и возможное движение пары евро-доллар в район 1.05. Мы по-прежнему не отказываемся от этого посыла. Идем дальше. Доллар японская иена растет. В частности, хай был недалеко даже от уровня 122 иены против доллара. Актуальная котировка 121.78. И мы прекрасно понимаем то, что сейчас американскую валюту продолжают поддерживать рост доходности американских трежерис, продолжают поддерживать американская статистика данной по EDP, и вчерашние заявки на посуду по безработице. Пусть они оказались чуть повыше прогноза, но все равно ниже 300 тысяч. И я отмечал то, что это позитив. В пользу доллара говорит и состояние промышленного сектора, сектора сферы услуг, в частности, позавчерашние данные по СМ, которые оказались на многомесячном максимуме, что в целом создало хорошее ожидание надеяться на более стоящие, более серьезные темпы экономического расширения ведущей экономики, соответственно, мира уже по итогам этого квартала. Плюс ко всему стоит отметить также и комментарии представителей ФРС. Напомню, что прежде всего это, конечно же, формулировки председателя ФРС, Джанет Йеллен, которая анонсировала действительно возможности нормализации денежно-кредитной политики по итогам следующего заседания, которое пройдет в декабре. Ну, то есть, не отказалась от идеи того, что американская экономика готова к тому, чтобы повысить, увидеть повышение процентной ставки первой за 10 лет. И, собственно, подтвердили эти ожидания голосующие члены, которые и будут, соответственно, лоббировать, проталкивать это решение. Это Дадли и Денис Локарт. В частности, о Дадли мы уже говорили. Денис Локарт – это вчерашняя конференция. И, как и прогнозировалось, он в очередной раз отметил тот прогресс, который характерен для американского рынка, ожидает он, соответственно, движение безработицы к целевому показателю в 5%, может быть, даже уже в рамках сегодняшнего отсчета. В целом, темпы экономического роста находятся на достаточно приемлемых и удовлетворительных уровнях. Инфляция доберется до своего целевого показателя. Ну, может быть, на это потребуется больше времени. Но все-таки, в целом, в ближайшее время будет создан тот фундамент, который позволит индексу потребительских цен в рамках США оттолкнуться от своих минимальных уровней. Ну и в целом, его высказывание, его, соответственно, конференция была посвящена исключительному позитиву по США. И как вывод этого можно сделать в качестве вывода? Это желание отдать свой голос, соответственно, за необходимость повышения процентной ставки по итогам следующего голосования. Ждем в связи с этим роста доллара. Но сегодня, даже уберем в сторону общую фундаментальную картину, сегодня будем цепляться непосредственно за локальный отчет. Это данные по рынку труда, но он фармпэрлс. И, наверное, еще больше внимания нужно будет уделить статистике по росту заработной платы. Полагаю, что сегодняшний отчет нас больше порадует. И если мы увидим прирост как числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, и если при этом мы еще и увидим разгон заработных плат, значит, здесь будут созданы все условия для того, чтобы доллар завершил, скажем, неделю наконец с максимально приподнятым настроением, с мажорной нотой. И, соответственно, перешел уже в новую неделю с более серьезными бычьями, амбициозными ожиданиями, к которым, разумеется, присоединимся и мы. Я верю в то, что сегодня доллар покажет рост и поможет нам еще ближе приблизиться к нашей долгосрочной цели по паре юздиена, которая находится в районе 125. Все к этому располагает. Идем дальше. Фунт. В частности, говоря про текущее значение, можно даже начать с той цели, точнее даже с той инвестиционной идеи, которую мы обозначили в начале еще даже прошлой недели. Это селл-стоп с уровня 1.53.50, тейп профит у нас был в районе 1.52, стоп-лосс 1.54.50. Вчерашняя торговая сессия коррекция фунта против долларов больше, чем на 180 пунктов. И, разумеется, мы тут же поймали наше селл-стопа, пошли на профитное значение, чуть-чуть не дотянули до него 1.52, но я полагаю, что сегодня можно сделать ставку на эффект пятницы, возможную, скажем, коррекцию восходящего характера британской валюты, потому что вчерашние распродажи были значительны. И поскольку профит уже значительный, предлагаю вам просто закрыть эту сделку и, соответственно, поблагодарить, разумеется, самих себя, что вы воспользуетесь этим фундаментальным фоном. На следующей неделе мы снова вернемся, разумеется, к фунту и посмотрим, что от него можно ожидать дальше. Но говоря про вчерашнюю торговую сессию, что же стало причиной такой разгрузки британца? Это последствия суперчетверга. Серия серьезнейших макроэкономических отчетов. Напомню, что это прогноз по инфляции, по темам экономического роста, ставка, выкуп активов и голосование монетарного кабинета по вопросам расточения монетарной политики. Ставка и выкуп активов остались на прежних уровнях, но самое важное то, что Банк Англии был вынужден пересмотреть прогнозы по экономическому расширению на 2015, 2016 и 2017 год. Не будем забивать себе голову фактическими цифрами, но в целом вы должны понимать, что идет понижательный тренд. Риски сохраняются. Эти риски связаны, опять же, с замедлением темпов экономического роста Китая и прочих развивающихся рынков. И еще очень важное. Инфляция. Целевой показатель 2% будет достигнут, по мнению представителей Банка Англии, только в 2017 году. И после того, как прошло голосование по факту пересмотренного прогноза по инфляции, большинством голосующих членов 89 прогнозовали против необходимости повышения процентной ставки. полагают, что когда первый раз мы увидим за многие годы ужесточение монетарной политики в рамках Англии, это произойдет не раньше 2017 года. Напомню, что я говорил об этом еще месяца три назад. Но тогда многие участники рынка, конечно же, цеплялись за комментарии Карни, руководителя Банка Англии, о том, что повышение ставки произойдет раньше. Но мы анализировали факты, статистику, и вот сейчас эта констатация, точнее констатация этого факта уже стала очевидна даже со стороны монетарного руководства Банка Англии. А значит, позиционно фунт будет оставаться под давлением долгосрочного характера. Осталось только найти дополнительные уровни для того, чтобы, соответственно, занять сел по паре фунт-доллар. Но это больше посыл к тем трейдерам, которые все-таки сегодня закроют свою сделку. Те, кто не будет закрывать, уже в хорошем профите. И давайте тогда оцелиться на более низкие ценовые значения. Это 1.51, но и тот ориентир, который я поставил много месяцев назад, 1.50. Я думаю, что до него мы доберемся. Также пару слов про другие валютные пары. Австралийц против доллара. Актуальная котировка 0.7148. Мы также в этой сделке в сел с уровня 0.7150. Напомню, что тейк профит держим в районе 0.70 и стоп-плост 0.72. Верим в ослабление австралийца. Фундаментальный фон этому также способствует. USD-свиси. Вчера чуть-чуть не дотянули до паритетного значения. Хай 0.9977. Сейчас чуть откатилось 0.9951. Но напомню, что после последних комментариев Джордана, председателя Национального банка Швейцарии, о опережающем ослаблении швейцарской валюты европейский актив, я думаю, что у нас уже есть серьезные основания, чтобы нацелиться даже не только на паритетное значение, а посмотреть на более восходящие уровни. Но, по крайней мере, ждем сейчас паритета. Я думаю, что можем добраться до него уже до конца сегодняшней торговой сессии. Из важных отчетов, как я отмечал, сегодня ждем в 16.30 non-farm payrolls и, соответственно, динамику по росту зарплаты в США. Ну и в это же время состоится еще публикация данных по рынку труда Канады. В отличие от американского рынка, я ожидаю по Канаде слабости, а значит, можно сделать ставку на еще большее ослабление канадца и, соответственно, восходящее ралли по паре USD-CAD. Кодовое слово на сегодня – это время, величина бонуса 7,5%. Удачной вам торговой сессии. Увидимся, соответственно, в ходе уже следующего брифинга в понедельник. Если есть вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube и на форуме Amarket, где у меня есть своя ветка. До свидания. Всего доброго.